Добрый день, меня зовут Медведева Анна Евгеньевна, я логопед-дефектолог в развивающем центре для детей с ДЦП «Елизаветинский сад». Тема нашего вебинара сегодня – социально значимые выходы с применением альтернативной коммуникации. Что мы понимаем под социально значимыми выходами? Звучит очень сложно, на самом деле это обычные выходы в общественные места с детьми. Прогулки, посещение музея, поход в кафе, покупка лекарств в аптеке – это все относится к социально значимым выходам. Безусловно, детишек с ДЦП необходимо готовить к таким выходам заранее, как это делать, мы сегодня расскажем в вебинаре. Как помочь ребенку с ДЦП стать полноправным участником похода в магазин, чтобы он мог сам купить продукты? Как сделать так, чтобы он смог общаться с незнакомыми ему людьми, то есть с продавцами, официантами, с помощью средств альтернативной коммуникации? Поэтому в этом вебинаре мы рассмотрим такие важные вопросы. Для начала, для того, чтобы нам начать рассказывать про выходы, давайте все-таки немножко остановимся и вспомним, что такое коммуникация в общем. Коммуникация – это общение, обмен мыслями, идеями, передача того или иного содержания от одного человека, сознания коллективного или индивидуального к другому. Коммуникация является основой жизнедеятельности человека, взрослого или ребенка. Нарушение речи у детей с ДЦП нередко делает их социально неадаптированными. Из-за этого очень сложно установить контакт с людьми. Мы должны помочь ребенку суметь общаться не только с родными, близкими, со специалистами, которыми занимается, а с людьми, которые окружают его в целом. На слайде есть немножко про коммуникацию. Я хотела сказать, что касаясь нашей проблемы детей с ДЦП средней и тяжелой формы, в первую очередь встает вопрос неречевого общения. У них нарушена речь, кто-то может говорить отдельные звуки, отдельные слова, кто-то говорит с трудом, у кого-то речь полностью отсутствует. Мы должны помочь альтернативной или дополнительной коммуникации. Так что же такое это альтернативная и дополнительная коммуникации, про которую так часто пишут и говорят в последнее время? Альтернативная коммуникация и дополнительная это любая форма языка, помимо речи, которая облегчает социальные коммуникации человека, ребенка или взрослого. Сама альтернативная коммуникация это общение без использования речи. Сообщение передается слушателю с помощью разных жестов, картинок, предметных символов, может быть даже азбука Морзе, графических символов. Дополнительная коммуникация это коммуникация, которая поддерживает речь. Например, речь потеряна во время травмы, может быть, и нужны, сама речь присутствует, но ее нужно дополнять. То есть, например, есть коммуникативные кнопки, сложно человеку сказать какое-то слово, мы можем записать на коммуникативную кнопку, вот она, и тогда помимо полного предложения, закончить предложение, допустим, он может, нажав на кнопку. Альтернативная коммуникация сама по себе направлена на расширение коммуникативных возможностей человека или ребенка. Хотела отметить один очень важный момент. Очень часто родители боятся применять средства альтернативной коммуникации в обучении ребенка. Их страх обусловлен тем, что, как они говорят, что не будет речи, то есть речь не будет развиваться, если мы будем использовать такие средства. Дорогие родители, хочу вам сказать, специалисты, вам многие специалисты, многие исследования уже давно доказали, что это с точностью наоборот, что наоборот альтернативная коммуникация, она поддерживает речь, она подталкивает ее к развитию, обогащает словарный запас. То есть, в принципе, сама альтернативная коммуникация, она только помогает речи. На данный момент альтернативная коммуникация представлена широким спектром выбора. Сегодня мы рассмотрим те средства альтернативной коммуникации, которые можно использовать в рамках наших социально значимых выходов. Выбор, соответствующий системой и средств коммуникации в обучении детей и ДЦП. Самый сложный процесс во всем обучении ребенка и работы с родителями и специалистами. Так как дети имеют разную степень нарушений, разную степень сенсорных, интеллектуальных нарушений, у них разные потребности, разный образ жизни. Это тоже все очень влияет. И чтобы сделать его желание, его потребности понятным для других людей, мы должны ему помочь. К основным видам альтернативной коммуникации на сегодняшний день относят жестовый язык, использование специальных адаптированных коммуникаторов, например, коммуникатор GoTalk. Вот так он выглядит. Они разные бывают. Сейчас я чуть-чуть подробнее о них еще расскажу. Также метод глобального чтения относится к альтернативной коммуникации, общение с помощью предметных графических символов. Также многие дети могут использовать комбинированные системы альтернативной коммуникации, когда используется несколько систем, то есть это может быть коммуникатор и одновременно карточки. Так вот, несколько средств. Жесты. Жесты используются при сохранной двигательной активности, и ребенок обучается постепенно в процессе общения этой системе. Система с символом, посредством которой ребенок сообщает о желании или потребности, точно так же он сообщает и через систему карточек ПЭКС. Карточки ПЭКС изначально были созданы и разработаны для людей, для детей с рас, расстройства аутистического спектра. Но, как оказалось на практике, эта система удобна также для детей с нарушениями двигательными, с ДЦП. Так, пиктограмма. Представляет собой черно-белые изображения, заменяющие слова. И вот так раз коммуникатор GoTalk Plus. Сейчас я его еще раз покажу, потому что хочу сделать на одну вещь акцент. Представляет собой легкое портативное устройство, то есть он кажется очень большим, но на самом деле он достаточно легкий. Вариантов коммуникаторов много. Есть больше, есть меньше, есть совсем маленькие, которые одеваются на запястье, крепятся, может быть, к коляске. И в зависимости от того, какой размер, бывает много ячеек. Бывает в нашем случае вот мой четыре ячейки, две маленькие. Что хочу сказать. Записывает он до 45 сообщений и плюс 3 фиксированных сообщения, которые всегда должны быть под рукой. Ну, подробно здесь все как бы описано. Если у кого-то есть вопросы, я писала статью уже про коммуникаторы. Там можно посмотреть. Хочу сказать, что почему удобно детям с ДЦП использовать двигательными нарушениями. Есть вот эти ячейки. И бывает даже они поменьше, но удобнее, конечно, когда чуть больше. Ребенок с нарушениями двигательными, допустим, рука, он может ухватиться за кнопку. И даже если сначала он не попал на нужную, он держится за счет вот этих вот разделений. И тогда, скоординировав свои движения, он может, допустим, палец наверх сделать и нажать на нужную кнопку. В коммуникаторах у нас вставляются картинки. Можно слова, можно картинки. На первом этапе мы вставляем картинки. Сейчас я вставлять не буду, но выглядит это примерно вот так. То есть у нас есть да, нет, например, времена года. У нас здесь весна, солнышко, лето, осень, зима. Таким образом мы можем изучать разные темы. Очень удобное устройство. Так, теперь следующий вид коммуникаторов. Они разные бывают. Для детей, сочетающих сенсорные, опорные, двигательные и интеллектуальные нарушения, речевые расстройства, удобно в применении различные коммуникаторы кнопки. В принципе, вся работа изначально вообще, в принципе, начинается с них. Вот так выглядят эти кнопки. Бывают они квадратные, бывают они немножко видоизменены. Бывает, сверху можно вставить картинку. На данной кнопке она самая обычная. К сожалению, нет таких дополнительных услуг, поэтому мы сами можем сделать, допустим, картинку, карточку. Например, вот такую. Она немножко сейчас не подходит по размеру, но здесь можно подобрать. Также приложить ее, прикрепить, допустим, скотчем с двух сторон. Вот так. И уже будет картинка на кнопке. Также очень важен цвет кнопок. Например, здесь у меня зеленая кнопка, так выглядит. И здесь, ну, такая малиновая, розовая. В идеале, конечно, если бы она была бы красной. То есть у нас, по сути, получается ответы «да», «нет». То есть зеленая у нас «да», стандартная, красная у нас «нет». Сверху мы также можем написать слово. Когда ребенок видит его, он запоминает и в последующем может его определять и читать. Так, следующий вид коммуникаторов – это устройство планшета АПК. Он позволяет общаться посредством составления фраз в коммуникаторе, показывая экран планшета собеседнику. Вообще, это первый российский коммуникатор, который позволяет самим добавлять туда необходимые картинки для ребенка для его общения. То есть содержимое вы выбираете сами. То есть нет готовых. Вы его делаете. Хотела еще отдельно уделить внимание системе Туби Айтрекер. Я обещала это на предыдущем вебинаре и в своих статьях. Есть статья про Туби отдельно, но сейчас я хочу пару слов сказать. У родителей было много вопросов по этому поводу. Сейчас это одна из новых технологий, которые активно используются у нас в детском саду Елизаветинском. Вообще, эта технология позволяет управлять компьютером с помощью взгляда, не используя мышки, клавиатуру. То есть ребенок просто как бы… руки не задействованы, только глаза. Айтрекер помогает организовать общение у детей с опорно-двигательными нарушениями и при физических и умственных нарушениях. Как и в любой системе, есть некоторые ограничения. Например, это нарушение зрения или когда ребенок носит очки. Никто не говорит, что это полное противопоказание. Можно пробовать, можно пытаться. Просто чем усложняет задачу очки? Тем, что когда ты смотришь на экран, появляются некоторые блики. За счет этого само устройство, айтрекер, может неправильно воспринимать взгляд, неправильно его видеть. За счет этого ребенку сложно попасть взглядом на то место, которое ему необходимо, на ту картинку, допустим. Подробнее можно почитать в статье по поводу айтрекера. Там есть пять этапов и один, ну, полный завершающий. Это обучение, управление компьютером с помощью взгляда. Теперь давайте вернемся к нашей теме, подробнее о важности социально значимых выходов для детей с ДЦП. Для развития каждого ребенка большую роль играет его связь с взрослыми, с детьми, с обществом, в общем. Впосредством общения ребенок познает мир, происходит развитие коммуникативных навыков и расширение кругозора. Для детей с ДЦП все намного сложнее. Чем старше становится ребенок, тем более широкие горизонты для него открываются. Например, игры в песочнице, походы в магазины, с мамой в цирк, с папой в зоопарк, общение со взрослыми, детьми, с друзьями. Вот так просто и обычно каждый день у детей познается мир, они знакомятся с окружающим миром, происходит развитие навыков общения и расширение кругозора. Для детишек с ДЦП есть сложности. Двигательные нарушения, связанные с трудностями коммуникации, часто становятся причиной социальной изоляции ребенка. Часто ребенок находится дома с родителями. Родители, бывает, часто устают и нет времени или сил пойти на прогулку обычную, что уже говорить о каких-то выходах, например, целенаправленно в цирк. В результате этого многие дети с ДЦП пугливые, нерешительные, не совсем уверены в себе, и они теряются в новой обстановке. Для таких детей характерна быстрая утомляемость и смена настроения. То есть сейчас ребенок веселый, задорный, кричит, он шумный, а буквально через несколько минут он уже раздражительный, плаксивый и как бы раздражительный. Все эти психологические проблемы – это вторичный продукт ограничения жизнедеятельности. Следовательно, если работа начинается вовремя и правильно, то социализация ребенка происходит намного быстрее. Возможно, все негативные моменты смены настроения, общения с незнакомыми людьми не будут исправлены, но, по крайней мере, они будут минимизированы. Это фотография один из наших походов. Это выход на Красную площадь. Это своего рода наш бессмертный полк. Об этом я чуть-чуть еще подробнее расскажу. Вот компания детей. Социальная адаптация ребенка осуществляется в процессе разных видов деятельности. Это может быть игра, это может быть общение, это учение, труд. Развитие коммуникативных навыков и формирование позитивного опыта общения способствует развитию положительных качеств личности ребенка. Доброжелательность, самоконтроль, сочувствие, понимание. Недостаток контактов с окружающими в социальной адаптации малыша с ДЦП поможет преодолеть простая прогулка. С этого я так раз хочу начать, потому что можно ходить в разные места, но прогулка самая доступная, самая простая для родителей. Это можно просто выйти в ближайший двор около дома. Как же начать эту прогулку и как сделать ее более полезной? Детей необходимо готовить к своего рода таким выходам. Для начала можно познакомить ребенка с местностью, уточнить расположение различных объектов, которые находятся на детской площадке. Можно со стороны понаблюдать за теми детьми, которые там играют, люди, которые ходят рядом, мамы, которые сидят и ждут, когда дети поиграют. Чтобы не скучать в этот момент, можно также вдвоем поиграть с ребенком, чтобы в поле зрения у него были, допустим, играющие дети. Когда детская площадка перестанет для него быть чем-то незнакомым, он уже будет знать, что на ней находится, что на ней играют дети. Когда он все это будет понимать, можно потихонечку начинать готовиться к выходу. Изначально дома с игрушками можно проиграть варианты знакомства с детьми. Для чего это делается? Сюжетно-ролевая игра – это основа подготовки к выходам детей. Мы проигрываем социальные роли. То есть, допустим, мама играет с ребенком. Она играет незнакомых ему детей, ребенок должен с ними познакомиться. И наоборот, они меняются местами. Варианты знакомства бывают разные, поэтому можно проигрывать их, когда он подошел, захотел просто с ними пообщаться. Когда, допустим, он попросил покачаться на качелях. Это тоже коммуникация, это тоже знакомство, тоже общение. Варианты разные, и все это лучше проиграть сначала в игре. К сожалению, попытка познакомиться с детьми во дворе далеко не всегда заканчивается так, как нам хотелось бы, и не всегда успешно. При неудаче малыш может замкнуться в себе и отказаться делать какие-либо действия в дальнейшем. Подобное положение можно исправить. Исправить как? Также дома мы можем проиграть заранее или после уже травмирующей ситуации. Но это будет спокойная обстановка. За счет этого ребенок тоже будет спокойней. Например, дома с помощью кукольного театра. Инсценировка позволяет поэкспериментировать с различными реакциями в ответ на травмирующие моменты. И выбрать наиболее рациональный тип поведения. Но если такие попытки вызывают протест или негатив у ребенка, то лучше прекратить сейчас это делать или вернуться к этому тогда, когда ребенок будет сам готов. Таким образом, выходы для детей с ДЦП очень важны и значимы, поскольку в их процессе ребенок приобретает навыки социального поведения, общения, пусть невербального, а с помощью альтернативной коммуникации. Насколько часто ребенок будет выходить с родителями в такие места, аптека, магазин, даже просто прогулка, насколько часто, чем чаще, тем лучше. Соответственно, будет быстрее проходить социальная адаптация ребенка к внешнему миру. Так что же могут сделать сами наши родители, чтобы помочь ребенку подготовиться к социализации своего ребенка? Во-первых, первое, и сделаю на это большой акцент, это самое главное, самое важное, и прям вот большой восклицательный знак ставлю. Необходимо отказаться от гиперопеки. Для наших родителей это очень сложно, и я понимаю прекрасно, что это большая работа над собой. Но да, ребенок нуждается в вашей помощи, но у него должна быть хоть какая-то минимальная возможность сделать что-то самому. Ему нужна самостоятельность. Пусть, например, долго, с большим трудом, не всегда аккуратно, может быть, даже совсем неаккуратно или неудачно, но ребенок делает какие-то дела по дому. Может быть, он кормит рыбок, моет посуду, поливает цветы. Ну, что-то, что-то он должен делать сам. Эти простые обязанности не только развивают мышцы, двигательную активность. То есть в этот момент ребенок чувствует себя значимым, что он что-то делает очень важное, что он помогает, и пусть это будет только кормление рыбок. Это ответственность. Во-вторых, вы должны ребенку помочь найти альтернативные способы, даже не то что общения, а действий, исходя из его сохранных частей тела. То есть те части тела, которые он может контролировать. И как бы смешно это ни звучало, но может быть, он будет писать с помощью губ, а не с помощью рук, как это принято, как к этому привыкли все. Но для него это нормально, то есть это норма для каждого своя. Может быть, он будет переворачивать страницы книг с помощью пальцев ног. Это тоже нормально, это же способ, он его нашел, ему так удобно. Его надо только в этом поддерживать. А может быть, он будет набирать носом текст на клавиатуре, такое тоже может быть. Может быть, со стороны это будет выглядеть не очень, но это же его собственный способ. Ему так удобно, он его может развивать. А развивать он его сможет только в том случае, если родители ему в этом будут помогать и все его окружение поддерживать. Третье, немаловажно. Как можно больше сами общайтесь со своим ребенком. Найдите способ получать ответ от него. Пусть изначально ребенок не научился еще общаться кнопками, коммуникаторами, айтрекером, но сами родители, они очень хорошо понимают своего ребенка. И изначально это может быть мимика, это может быть ваш рисунок, не карточка готовая, которую я, допустим, скачала из интернета, а именно ваш рисунок. Вы можете нарисовать смайлик, вы можете нарисовать животное. Даже так интереснее, вы попутно сами развиваете свои способности и мелкую моторику. В зависимости от возраста и индивидуальных особенностей вашего ребенка надо исходить. Нужно создать те условия, чтобы ребенок имел способ выражать свои мысли, получать ответы, чтобы удовлетворять свое любопытство. Вернемся к нашим выходам. Выбрав место для посещения с вашим ребенком, необходимо заранее рассказать ему, что представляет из себя этот объект, например, магазин. В идеале показать ему фотографии, допустим, магазины, если они сделаны заранее, и это тот магазин, в который вы идете, это прямо прекрасно, потому что на первых этапах, конечно, ребенок должен сопоставлять картинку. Если он увидит на фотографии перекресток магазин, значит, он должен знать, что вы идете в магазин перекресток. В дальнейшем вы можете просто сделать фотографию магазин, то есть любой сфотографировать и объяснить ребенку, что сейчас мы идем в магазин, а по дороге мы, допустим, решим, в какой именно. Дальше. Вот так раз про сюжетно-ролевую игру. Еще раз повторюсь. Безусловно, это главный атрибут подготовки к выходам. В игре можно показать своему ребенку правила и нормы поведения, как правильно делать покупку, как положить нужный продукт в корзину. Вы можете поменяться ролями, даже если вы не можете, вы со временем это и делаете. Сначала ребенок-покупатель, вы продавец, потом продавец-ребенок, вы покупатель. Так он усваивает сразу две социальные роли. При этом не забудьте, игра игрой, но самое важное, в моменте всей игры ребенок должен начать выполнять коммуникативные действия своей роли. То есть он должен использовать средства альтернативной коммуникации. Иначе игра и подготовка к выходу будет не иметь особого смысла. Хотя изначально, соглашусь, что первые несколько игр могут быть без применения средств альтернативной коммуникации, но все последующие перед выходом должны, конечно, делать уже акцент на выбор способа общения для ребенка. Проиграв дома все варианты возможных коммуникативных контактов. Что здесь имеется в виду? Сейчас поясню. То есть по логической цепочке строим поход в магазин. Что и с кем там можно пообщаться? Там можно пообщаться с консультантом, можно пообщаться с продавцом, можно пообщаться с кассиром, вплоть до менеджера можно дойти, но это, конечно, нам не надо. То есть здесь можно подумать о том, с кем ребенок может пообщаться в этом выходе. И, возможно, составить несколько вариантов. То есть, допустим, подойти к продавцу-консультанту с подготовленным заранее альбомом, с набором карточек. И, допустим, просто спросить его, чтобы ребенок спросил с помощью карточек, скажите, пожалуйста, где находится пастила. Думаю, никакой ребенок не откажется купить себе сладенького сам. При помощи заранее подготовленных картинок он сможет сам сделать выбор покупок, вступить в контакт с продавцом, с консультантом, с кассиром. Все, понятное дело, что это не сразу, и это не в первый выход, и не в один выход. Это постепенная, целенаправленная работа. Совершая выбор покупок, складывая их в корзинку, ребенок чувствует свою значимость, приобщается к выполнению социальной роли, получает массу положительных эмоций. Здесь тоже очень важно исходить из возможности ребенка. Не надо ограничивать его. Если он может кинуть в корзинку, допустим, упаковку барни с помощью не руки, а с помощью своего тела или локтя, значит, надо это поощрять. Он же, опять же, это делает сам. Он же, это не вы положили в корзинку, это сам ребенок своим способом положил в корзинку печенье, например. Это очень большая победа для него, и надо относиться к этому как к большому успеху. Вот, хотела подробно на этом слайде остановиться. Таким же образом, как походы в магазин, можно подготовить ребенка дома к походу на почту. Можно предпринять задуманную прогулку с целью получить, например, посылку. На слайде вы видите фотографию. Там наш воспитанник с дефектологом выходил на почту. В чем интерес этой истории? Наш садик получил извещение о том, что нам пришла посылка. Посылка пришла в преддверии новогодних праздников. Посылка была от Деда Мороза. Необходимо было выбрать, кто из детей принесет такую большую ответственность и пойдет получать ее. Потом раздавать детям то, что внутри. Вот был выбран ребенок, зовут его Андрей. И была сюжетная ролевая игра. Были подготовлены карточки. В течение нескольких дней шла подготовка. Мы рассказывали ему, что такое почта, как это выглядит, зачем это надо, что там происходит, для чего извещение, кому надо его отдать. Потом была игра, да. То есть ребенок получал посылку во время игры, также он ее отдавал во время игры. То есть он был и получателем, и отправителем. Ну не отправителем, а отдавателем, назовем это так. Соответственно, мотивация ребенка в данном выходе была выше небес. Потому что, поймите, ребенку получить какой-то подарок, сюрприз, быть назначенным главным, ответственным и еще после этого всего раздать все это детям, это же он принес, он раздает. То есть он практически заменяет Деда Мороза. Мотивация была повышена еще тем, что сотрудники почтового отделения очень с пониманием, с интересом отнеслись к ребенку. Он делал все абсолютно сам, давал необходимые карточки. Например, карточка «Привет», карточка «До свидания», «Спасибо» была карточка. То есть он все по-взрослому. И в конце нашего выхода все сотрудники почтового отделения поздравились с наступающим Новым годом ребенка, педагога. Ребенок был, естественно, безумно рад. Вернувшись в садик, он, как самый ответственный, при всех вскрыл посылку. Там был огромный узелок конфет. И его задачей было раздать конфеты всем детям, ну, конечно, не обидеть себя. И, конечно, педагоги не входили в это число, но мальчик очень добрый, и он угостил педагогов тоже конфетами в честь Нового года. Так, давайте дальше. Перед походом в кафе мы также в сюжетно-ролевой игре проигрываем социальные роли. Для этой цели приготовим необходимые карточки. На данном слайде есть фотография сюжетно-ролевой игры. Это игра-магазин, то есть девочка покупает что-то, а рядом вы видите фотографию, это уже заготовленные заранее карточки, то есть фотографии для похода в кафе Муму. То есть наш специальный организатор сходил заранее в кафе, посмотрел меню. Нашей целью было сходить не именно поесть, а сходить просто выпить чай и, может быть, съесть какое-то пироженое. Значит, здесь несколько пирожных на выбор. Мы предпочитаем и советуем делать картинки, если даже это обычные фотографии, то обязательно делать подпись. На наших карточках здесь немножко мелковато, то есть подпись может быть побольше. Например, сейчас я покажу, как это может выглядеть. Например, карточка мороженое. Карточка сама по себе не маленькая, она еще не вырезанная здесь, но надпись под ней, что это означает, достаточно большая. Чтобы ребенок мог зрительно запоминать, как выглядит это слово. Вот выход в кафе, представлен на слайдах. У каждого ребенка свое расписание выхода, что будет происходить, что сейчас мы идем, как называется кафе, что потом пойдем домой. Это своего рода ему дает спокойствие. Он знает, что сейчас, что будет потом, что было. На другой фотографии внизу видно, как воспитатель предлагает ребенку на выбор в его личном меню, какое пирожное выбрать. Сколько эмоций у ребенка может вызвать то, что он сам в кафе, сам лично, как взрослый, выбирает то, что он будет есть. Это успех. Также большую эмоциональную нагрузку несет посещение зоопарка. Чем же это очень запоминающийся поход? Известно, что общение с животными приносит детям радость, эмоциональную разгрузку. Ребенок таким образом может пообщаться с природой. Это развивает наблюдательность, это дает чувство ответственности за живое существо. Вот, например, на фотографии это контактный зоопарк, где можно покормить животных. Это, безусловно, радость, это и взрослым-то доставляет радость, а дети просто с ума сходят, улыбаются, им хочется еще и еще кормить. Но здесь важно тоже ребенка научить тому, что животные не должны переедать. Один из таких моментов. Так, идем дальше. Посещение музея, картинной галереи, храма также относится к социально важным выходам для детей из ДЦП. Такого рода походы, они полезны своей информативностью и культурно-воспитательной значимостью. Перед походом в музей также целесообразно рассказать ребенку о значимости объекта, показать, возможно, некоторые фотографии. То есть, в принципе, все так же, как перед походом куда-либо. То есть, будь это магазин, музей, храм, неважно какой это выход, вы всегда должны заранее рассказать об этом ребенку, возможно, показать ему фотографии, если есть такая возможность. Конечно, лучше бы, чтобы она была. Дети получают сильное впечатление от таких выходов, от соприкосновения с миром техники. Дети, допустим, очень сильно получают впечатление мальчики, девочки, конечно, тоже, но сами понимаете, мальчики, машины, рули, космос. Это не передать словами. Созерцание произведений искусства стимулирует двигательную кору, которая отвечает так раз за ту часть головного мозга, которая контролирует движение. Чувства детей развиваются эстетически и прививают чувства прекрасного. На фотографиях поход в Тротяковскую галерею. Здесь мало слов, здесь больше фотографий. Это наша Марфа Маринская обитель, храм при ней и выход с детками. Это тоже, безусловно, важно. В основном, конечно, храм посещают дети с родителями, потому что это рано утром, таинство причастия. Но и мы стараемся тоже в какие-то дни, праздники великие выходить. Здесь тоже, как бы это ни звучало, но необходимо ребенку рассказать об этом и подготовить, возможно, какой-то ограниченный, но набор карточек. Да, это может быть его расписание на день, что сегодня он посещает храм. Важно рассказать, какой целью он посещает храм. Если это, допустим, сегодняшний день таинства причастия, то, допустим, мы делаем карточку, как я уже показывала, причастие. Ребенку рассказывается, объясняется, что, как и зачем. Так, теперь давайте про закрепление навыков поговорим. Получив небольшой опыт после выхода в социум, ребенок должен все навыки повторить и закрепить дома. Это обязательно. Целесообразно начать с вопросов о впечатлениях и прогулке. Что мы в первую очередь спрашиваем? Понравилось ли тебе, не понравилось, было весело, может быть, было грустно. Для этого необходимо несколько карточек оценочного значения подготовить и для выражения своего настроения, например. Но для этого случая подойдут не обязательно карточки. Опять же, для этого случая вы можете сами нарисовать эти смайлики. Непростые, грустные, веселые, хмурые. Это можно нарисовать самим. И по ним спрашивать ребенка о том, как прошла прогулка. Также, соприкасаясь с социумом, нельзя не познакомить детей с наиболее важными праздниками страны, в которой он живет. Дети должны понимать, например, значимость Дня Победы для русского человека. Вот на фотографиях так раз мы на Красной площади с детьми, и у нас своего рода бессмертный полк. Дети должны участвовать в важных событиях своей страны. Но понятное дело, что нашим детям очень сложно пойти на самый настоящий бессмертный полк, потому что это сложно и для родителей тяжело. Сама поездка, сам поход. Это и по времени долго. Это большое количество народа. Но всегда же можно найти выходы. Допустим, наш выход, посмотрите внимательно, на фотографии больше никого рядом нет. Других людей, незнакомых. Это не потому, что мы встали и все разошлись. Это потому, что мы пошли на следующий день. То есть это не 9 мая, это 10 мая, или если не аж даже 11 мая. Но суть праздника остается той же. Вот ребенок на фотографии взял фотографию про дедушки. То есть родители заранее объяснили, мы заранее проиграли эту ситуацию. Мы объяснили, куда мы идем, для чего. Возможно, говорят родители, что дети не понимают. Но само вот это соприкосновение с таким значимым походом, даже если не несет какой-то умственной нагрузки, это несет эмоциональную нагрузку, и очень большую, и светлую. Неоспорима значимость и ценность прогулок, имеющих цель изучения окружающего мира. Эта фотография сделана у нас в Марфо-Маринской обители. Здесь ребенок толкает тележку, помогает рабочим, которые делают сейчас там ремонт, а на другой фотографии он помогает садовнику. Это очень важно, потому что после этого большой заряд позитива, энергии, и он чувствует свою значимость, он чувствует, что он сделал такое, он помог. И это целый день потом, это в начале дня, это прогулка, а целый день потом ребенок находится в приподнятом настроении, потому что он помнит о том, что сегодня он сделал что-то очень важное. И не для кого-то, не только для садовника, что он помог там листья убрать, подержать первый раз грабли, он чувствует свою значимость, что он помог в большом объеме во всех ремонтных работах. Что это же не только садовник, это он убрал с прохода строителей эти листья, то есть что он поддержал эти грабли, что он помог поддержать эти грабли, что это не тяжело женщине-садовнику. То есть здесь много моментов, и он чувствует себя, естественно, очень хорошо. Также вообще, в общем, соприкосновения с природой, ее материалами, также важны для эмоционального и сенсорного развития детей с ДЦП. Например, как пахнет хвои зеленой елочке, насколько твердый кирпич, который встретился случайно по дороге, как красиво и разнообразно поют птички на ветках. Это все очень важно и очень красиво. Как шумит и плечется вода в городском фонтане. Вот фотография, где дети не ожидали, что наши взрослые способны на такое, что мы посмотрим на фонтан не издалека, а внезапно бежим прямо внутрь него и даже немножко намокнем. Как тает снег на ладошке. Нашим детям все интересно. Каждый день, который проведен на природе, важен и наполнен для них событиями, ощущениями, эмоциями. Так, теперь давайте мы еще раз вернемся к выходам более подробно. Я хотела бы немножко помочь родителям и рассказать сегодня, как изготовить из простых подручных средств в тот самый альбом, с которым можно выходить в магазин, например. Сейчас, секундочку. Прежде всего, следует определиться с альбомом. Сейчас я свой покажу, но сначала расскажу, как вообще можно. Чтобы он имел многоразовое назначение, лучше всего фотоальбом приобретать с толстыми листами. Это может быть альбом для марок. Как альтернатива покупке, можно листы альбома изготовить из толстого картона, наклеив на него кармашки или липучую ленту. Листов должно быть столько, сколько социальных объектов мы хотим разместить на данной странице. Ширина и длина текста должна свободно входить в обычную файловую папку. То есть лучше всего, если это будет просто лист А4. Так, значит, каждый разворот альбома должен соответствовать темам. Если мы хотим сделать одну тему, значит, это может быть пока временно один лист. Если мы хотим сделать, допустим, поход в магазин, поход в кафе и поход в аптеку. То есть у нас уже три листа, значит, три разворота. Так. Приготовленные кармашки. Ну, у нас не кармашки, сейчас я покажу. В моем случае я взяла обычный цветной, правда, лист А4, вот такого голубого цвета. И на него приклеила ленту. Также такая же лента, только здесь она у нас колючая сторона, а здесь мягкая. Приклеена к карточкам, чтобы они могли крепиться на вот эту ленту. Вот так это выглядит. Что я сделала? Я взяла этот лист, и в моем случае я его заламинировала и приклеила липучую ленту. Можно не ламинировать. Не у каждого дома есть ламинатор, и действительно это бывает сложно. Такой же лист, но тогда лучше взять потолще, действительно лист картона. Можно обклеить со всех сторон, вот так по кругу, широким скотчем. В принципе, это заменяет своего рода ламинирование. Дальше. Так как у меня не кармашки, а именно лента липучая, и на карточках такие же, с другой стороны, мы прикрепляем картинки сюда. Картинки могут быть разные. Это могут быть пиктограммы, это могут быть карточки ПЭКС, это могут быть сейчас в сети интернет очень много разных картинок. Все они цветные, есть черно-белые, можно скачать те, которые, распечатать, и те, которые вам нравятся, и которые вам удобны. Можно, вот, например, я выбрала вот такие картинки в интернете. Картинка «Я хочу» действия, карточка ПЭКС, и подписана. Также, например, булочка. Есть мороженое. И, например, вот уже готовый, своего рода небольшой планшет, всего лишь те карточки, но когда вы идете, допустим, в ближайшую булочную или кафе, вы можете дать ребенку эти карточки, и тогда он может вам показать. «Я хочу» и, например, на выбор. Там есть булочка, там есть мороженое. То есть он выбирает из двух вариантов. Эти карточки у меня еще не разрезаны, не подготовлены. Вот так они выглядят изначально, когда их скачиваешь из интернета. Далее есть вот такой вариант карточек. Это я уже сделала табличку, чтобы удобнее было распечатывать. Они маленькие по размеру, можно сделать больше, так как удобно вашему ребенку, надо исходить из индивидуальных особенностей. Но вот ребенок, для которого я готовила эти карточки, он достаточно хорошо их видит, ему удобно. Здесь, допустим, карточки есть, пить, вкусно, невкусно. Такие же карточки можно сделать для похода в кафе. То есть по завершении приема трапезы вы ребенка спрашиваете, как тебе было, вкусно, невкусно, кисло, сладко было. Тоже своего рода вопросы. Так, есть еще вариант планшета. Можно сделать его как книгу. То есть мы взяли два листа А4. Точно так же я, допустим, их заламинировала. Вы можете их обклеить скотчем. К ним с другой стороны внутри также приклеена длинная лента липучая, на которой крепятся карточки. И, как видите, у меня это закрывается как книга, разворот. Как я это сделала, в середине два листа просто обычно скрепляются скотчем. То есть в нашем случае это вот так, это удобно. Всегда можно, если что, подклеить. Но в целом, если хорошо приклеить, это все держится достаточно удобно и долго. Картинки с такой таблички, они разрезаются, ламинируются или точно так же обклеиваются скотчем. Если это плотная бумага, можно изначально ничего и не обклеивать, но просто когда обклеиваешь скотчем, они чуть дольше живут. Клеим к ним также липкую ленту и крепим их на наш планшет. Например, подготавливая прогулку в парк, можно подобрать серию картинок, которые обозначают последовательность маршрута, может быть, те символические символы, которые встречаются по дороге, и, конечно, те картинки, которые помогают выражать желание вашего ребенка. Всегда на выходах должны быть некоторые карточки, которые не меняются. Карточка туалет, потому что ребенок может захотеть в туалет. Карточка пить, карточка есть, у меня болит. И желательно с собой еще иметь карточки да-нет, чтобы он всегда мог показать. Здесь я хотела бы еще рассмотреть, допустим, поход не в парк, кафе и все развлекательные мероприятия, а еще, допустим, поход в поликлинику для сдачи анализов. Такие походы необходимы и обязательно, никуда от них не деться, как бы этого не хотелось бы ни родителям, ни детям. Поэтому, рассматривая дома в спокойной привычной обстановке картинки, которые мы можем подготовить заранее с процедурами, чтобы он не боялся ребенка и не устраивал истерику, и также мы можем проиграть их в сюжетно-ролевой игре. Пусть сначала ребенок сделает все необходимые процедуры в игре маме, мама сделает ребенку, может появится третий, может быть, это будет бабушка, может быть, мама и ребенок будут лечить бабушку и брать у нее анализы, а может быть, это будет игрушка, может быть, это будет кот-бегемот, и на нем вы отыграете некоторые возможные, предупредите его о болевых ощущениях. Это тоже важно, не надо врать ребенку, это действительно бывает, и он должен понимать, что может его ждать, какие последствия. И объяснить значимость, почему это так важно, для чего, и что без этого, к сожалению, никак не обойтись. Такой набор картинок можно подобрать к любой теме вашей прогулки. Ребенок будет заранее знать, что его ждет, соответственно, он будет более спокойный, и прогулка будет проходить более приятно и интересно для вас обоих. Также важно, чтобы ребенок постепенно начал общаться во время таких выходов. Вы можете подвозить ребенка к играющим детям, подвозить к старикам, которые сидят на лавочке, начните разговор, заведите беседу и сделайте так, чтобы ребенок тоже мог в ней поучаствовать. Это отличная интеграция в социум. Важно при походе в магазин, чтобы со временем, может быть, не в первый раз, вы позволяли ребенку самому выбрать продукты и укладывать их в тележку. Возможно, даже если ребенок на коляске, он может перед собой вести эту тележку. То есть можно найти варианты. Это тоже один из моментов, который для ребенка очень важно, что он делает это сам. Конечно, все эти действия ни в коем случае, я не говорю, что получатся с первого раза, возможно, даже не со второго и не с третьего, но постепенно, покупая, допустим, товары, ребенок будет каждый раз закреплять и отрабатывать один и тот же навык. Это принесет свои плоды. В связи с тем, что такие прогулки для ребенка с ДЦП имеют большое значение, так же, как и для его родителей, можно сделать небольшую фотосессию его действий во время похода. Далее, дома уже, мы можем посмотреть фотографии, которые были сделаны вами на прогулке, при этом необходимо комментировать еще раз действия ребенка и взрослых. На основе собранных фотографий мы можем сделать фотоальбом, который будет напоминать о полученных впечатлениях. Учить отвечать ребенка на вопросы, куда ты ходил, с кем ты ходил, что ты покупал, понравилось тебе, не понравилось. Через некоторое время после отдыха можно опять проиграть ситуацию покупки в магазине, но, допустим, изменить покупаемые предметы на другие, например, на одежду или обувь. Каждая игра может и должна дополняться новыми карточками, поскольку это не просто изображение, это для ребенка обогащение словарного запаса, это яркость выражения его эмоций, а самое главное – точность определения его желаний. Например, разыгрывая ситуацию покупки предмета одежды, вы можете дополнить карточку цветом, размером, длиной, фасоном выбираемого объекта. Поиск средств альтернативной коммуникации и общения – это одна из важных самых задач социализации ребенка. В силу значительных ограничений вербальной коммуникации ребенок с ДЦП очень сильно зависит от коммуникативных партнеров, то есть от нас. Поэтому так важно научить его своему собственному способу общения. Использование альтернативных средств в невербальной коммуникации содействует подготовке к формированию навыков говорения и общения. Но к выбору системы альтернативной коммуникации для каждого ребенка надо относиться с учетом многих аспектов. Я выделила три из них самых главных, конечно, есть больше, но акцент хочу сделать на них для родителей. Во-первых, выбранная система должна облегчать повседневную жизнь, она должна помогать ребенку и дать ему возможность в меньшей степени чувствовать себя не таким, как все. Она должна дать ему возможность больше управлять своей жизнью. Во-вторых, введение системы альтернативного общения должно быть скоординировано всеми остальными услугами, такими как образование, медицина, социальное сопровождение. Я понимаю, что это не достичь родителю самому, это большая командная работа, к чему мы, в принципе, и стремимся. В-третьих, обучение языку и коммуникации ни в коем случае не должны быть отделены от других форм терапии и поддержки. То есть не надо делать акцент только на этом. Это, конечно, важно, но и про остальные моменты не надо забывать. Если мама и папа хотят воспитать своего малыша полноценной личностью, максимально адаптированной в обществе, несмотря на ограниченные возможности здоровья, то нужно усвоить всего два золотых правила эффективной работы. Первое. Родители. У каждого ребенка есть индивидуальный диапазон своих доступных возможностей и сил, при тщательном изучении которых мы можем с вами подобрать наиболее адекватную нагрузку для ребенка. Надо это учитывать. Второе. Хорошего результата можно достичь только если опираться на грани возможного. Не надо смотреть назад, что были неудачи, что что-то не получилось. Надо всегда идти вперед. Залог успеха – это полномерная, терпеливая и целенаправленная работа. Пусть долгая, кропотливая, но работа. И она должна быть. Но главное, что должен знать и чувствовать ребенок, то, что в огромном мире, возможно, не всегда дружелюбном, к сожалению, есть маленький островок, где он всегда может почувствовать себя любимым, защищенным. А стремление добиться чего-то в жизни появится у него только тогда, когда маленький ребенок почувствует, что он может изменить свое положение в обществе. В этом должны помочь ему родители и родные люди. Мама и папа всегда должны помнить, что каждый ребенок, он вырастет. И от тех решений, принятых нами сегодня, будет зависеть его завтрашние победы и неудачи. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok